Чайная церемония – это самая вкусная медитация, которую я только знаю. Возможность прикоснуться к тонким ощущениям своего тела, послушать свое дыхание. Во время чайпития происходит гармоничное соединение пяти стихий. Именно поэтому чай называли напитком бессмертия или еще называют пилюлей бессмертия, алхимическим напитком. Потому что мастерство как раз чайного мастера состоит в гармоничном совмещении вот этих пяти стихий. Чайная пара, из которой пьется чай, символизирует собой соединение гармонину и соединение инской и янской энергии. Чашка аромата содержит в себе, символизирует собой небесную энергию, янское начало, мужское начало. Чашка вкуса – это имское, женское, земное. И таким образом во время чайпития, когда мы накрываем чашку вкуса, чашку аромата, у нас изначально не очень правильное положение – земля сверху, небо снизу. И осознанно, внимательно переворачивая чайную пару, мы и в себе, и в пространстве вокруг восстанавливаем этот баланс и гармонизируем расположение инской и янской энергии. Обучение чайной церемонии – это не только и не столько обучение манипулирования многочисленного чайной утвари, – это не только знание о том, какой чай, когда заварить, какой чай будет наиболее подходящим для какого человека, какие бывают виды чая, какая вода нужна. Но все эти знания, которые приобретаешь, сидя за чайной доской, заваривая кому-то чай, они направлены на то, чтобы человек, который пьет чай, кушает его, человек, который заваривает чай, становился внимательным, так как здесь очень много тонкостей в количестве чая, в выборе посуды, в том, в какой момент выключить воду для того, чтобы чай максимально раскрылся. И еще уйма уйма нюансов, благодаря этому научаешься быть внимательным. И вот эта концентрация внимания, вот эта утонченность внимания к каждому гостю, который приходит, чтобы прикоснуться к таинству чая, прикоснуться к китайской чайной традиции, эта внимательность начинает переноситься на многие аспекты жизни. Например, мои выпускники чайной школы часто говорят, что я уже не могу есть плохую еду. Я спрашиваю, почему нездоровую еду не можешь есть? Ведь я настолько привык проживать, ощущать нюансы тонкие, что в какой-то момент мне не хочется такой еды, а хочется здоровой. Вот один из примеров. Пейте, пожалуйста, чай.